Ни пройти, ни проехать. В нашу редакцию обратились жители Порецкого района не с просьбой, а криком о помощи. Из-за строительства федеральной трассы М-12 дороги республиканского и муниципального значения в районе стали похожи на американские горки. В селок Ожевина и Сиява и Кудеиха с трудом добираются машины скорой помощи. А перевезти детей в школу соседнего населенного пункта стало едва ли возможно. В поисках ответов, почему так получилось и кто виноват на проблемный объект, выехала наша съемочная группа. Приезд нашей съемочной группы в село Ожевина собрал немало неравнодушных к этой ситуации жителей. Через это село ездят большегрузы, которые перевозят песок из местного карьера к строительству трассы М-12 в Шумерле. Эти большегрузы и стали началом всех проблем. Начались поездки вот этих большегрузов. КамАЗ бы, наверное, так не разбили дорогу, а вот именно большегрузы. Разбили всю дорогу. Дорога была построена еще, я помню, маленькая девчонка была, может быть, лет 30 назад, была в хорошем состоянии, потому что тогда строили очень качественно. Но и даже такая качественная дорога не выдержала вот этих вот наплыва большегрузов. Спать невозможно, жить невозможно. Пыль, столбом. Мы живем вот здесь вот, на линии. Пыль, столбом. Мы не можем сушить ни белье, ни открыть окно душно. У нас нет кондиционеров, извините, мы жители деревни. Мы обращаемся как жители правительства. Говорим о том, что сделайте нам что-нибудь. Мы хотим все-таки добираться до райцентра, до аптек, до врачей и до всего остального. Такой крик о помощи неспроста. Печальный опыт у жителей села уже был. Раньше машина скорой помощи приезжала за 15 минут. Теперь это время увеличилось в три раза. Бывало, что скорая просто не доезжала. Из-за широких и глубоких ям в село не хотят ехать таксисты. Да и рейсовых автобусов тут давно уже не видно. Сначала сказали, этих мало, как его, пассажиров. А потом там нашелся какой-то человек, частник, да, в степь стал ходить. А к нам сюда не запустили, потому что дороги. Отказался он. У нас школы нет, учеников возят в Кудейху. По этой дороге, как матери отпустить ребенка, нас вот это очень тоже волнует. Чтобы доехать по такой дороге из точки А в точку Б, водитель должен быть настоящим профи. Не хочешь лишиться машины или того хуже. Жизни, умей объезжать ямы. Весь асфальт, как говорится, уничтожен. Одни ямы где-то 30-40 сантиметров, полтора метра шириной. На легковой машине, значит, в пределах 5-10 километров максимум скорость не прибавишь. Останешься без машины или сам разобьешься. Вот, пожалуйста. Большие грузы проходят и через село Сиявы. Жители понимают важность строительства федеральной трассы, но не понимают, почему они должны страдать. Подрядчик должен следить за состоянием местных дорог, но пока как-то не собирается. Я обращалась и в Минтранс, и в разные министерства. Даже в Министерство образования я обращалась, потому что тут используется спецтехника, то есть возят детей в школу, вынужденные возить по такому бездорожью. То есть куда мы только не обращались, я обращалась в интернет-приемную к Путину. Мы изыскали разные возможности, но на все наши обращения нам присылают практически один и тот же ответ. Что этот вопрос постоянно контролируется, но на самом деле вот в течение уже двух лет мы не видим постоянного ремонта. Внятного ответа не получили жители и от местных властей, даже после петиции с подписями. Достучаться до администрации Сиявского сельского поселения не удалось и нам. Ни во время съемки, ни после. Абоненты разговаривают по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. Национальное телевидение Чувашии продолжит следить за развитием событий. Ответы на вопросы жителей мы будем искать в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства и в Министерстве образования республики. Анна Центовская, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика, Испорецкого района.